На ваш взгляд, может ли искусство сделать человека лучше? Или это миф? Да нет, конечно, лучше искусство, оно несет эмоции. Есть положительные эмоции, есть отрицательные. И так как эмоции, они в принципе влияют на человека, то, конечно, искусство может. Но литература, это же искусство тоже. Литература, она влияет на людей, книги влияют. В принципе, тут вопрос даже такой. Конечно, может и, конечно, влияет на человека. В хорошую сторону, иногда в плохую, но лучше бы в хорошую. А если говорить о самих носителях искусства, вы человек, который создает искусство. Можно ли сказать, что среди таких людей чаще встречаются хорошие, добрые люди, светлые люди? Да я не могу говорить как бы за всех этих людей. Но в принципе человек, который решил посвятить себя искусству, он, наверное, больше других чувствует, больше других переживает. Но тут уже, ну это очень такой философский вопрос, потому что переживания и мысли бывают тоже разные. Есть положительные, есть отрицательные. Кто-то о хорошем, кто-то о плохом. Я не могу судить о всех людях. Но в принципе, хотелось бы верить, что больше хороших. Я даже о себе не могу сказать, хорошее или плохое. А тут говорить об общей массе. А что для вас искусство и в чем его смысл? Я могу сказать о своем искусстве и в чем его смысл. И что для меня мое искусство. Ну, это дорога, наверное, по которой я иду. То есть я вот почему-то все чаще и чаще задумываюсь и понимаю, что почему-то мне все сложнее и сложнее в принципе жить без искусства. То есть у меня все больше и больше хочется этим заниматься. Не знаю, возраст это там или еще что-то. То есть времени становится все меньше. Но почему-то... Наверное, вот для меня искусство это не образ жизни. Это в принципе сама жизнь какая-то. Вот. А какая сторона вопроса еще была там? Что для меня искусство... В чем его смысл? Ну, тут тоже для каждого свой смысл искусства. Для кого-то это какое-то самовыражение. Для кого-то это может быть какой-то протест. Для кого-то еще что-то. Ну, я не могу сказать даже о своем... Как бы о своем творчестве, о своем искусстве. Однозначно. Потому что его можно делить на какие-то этапы, на какие-то проекты. Каждый проект, он для чего-то делается. Вот. И чтобы была какая-то одна цель всего искусства. То есть можно эгоистично сказать там, допустим, я самовыражаюсь. Это вот мое такое времяпровождение. И вот это я. Я могу опять-таки говорить только о себе, что, в принципе, здесь смысл каждого проекта. То есть каждый проект, каждая, допустим, тема, она для чего-то рождается в тебе, она для чего-то делается. Ну, можно сказать, что вот с каждым проектом, с каждой темой есть какая-то своя цель, какой-то свой смысл. Ну, у меня так. Расскажите, пожалуйста, о своем проекте для незрячих людей. Как родилась идея и почему вы за нее взялись? Ну, так вот. Я уже когда работал над этим проектом, ну, он уже была середина проекта там. Ну, как бы уже конкретно шла работа там и мыслительная, и физическая, и творческая. Я начал смотреть, ну, в интернете за ним, ну, делал ли кто это до меня, в принципе, в мире. Я, представляете, нашел у себя ВКонтакте, что я когда-то обратил внимание на японского художника, который картины шрифтом Брайля делал. Но там чуть-чуть другое. У него просто шрифт Брайля на гладкое изображение. То есть, ну, это просто как повествование, так скажем. Вот, значит, я когда-то эту тему заметил. Но почему-то для себя отметил, но забыл. Вот. А во время вот этих вот лабораторий со шведами, с людьми ограниченными, или как там назвать, ну, понимаете, о чем я. Да. Меня пригласили поучаствовать, так как у меня объемная рельефная картина. Говорят, вот, Василий, давайте попробуем там, вот, как люди незрячие вот чувствуют вот вашу технику и так далее. Вот. И мы сделаем картину подсолнухи. С обратной стороны, ну, это они уже придумали, они подключили микрофон. Ну, это кураторы. И незрячая девушка, которая мне в дальнейшем помогала, Мария Рудко, она, пианист, она вот пальчиками как бы прочитывала своими картинами. Но так как она ослепла не с рождения, а позже, она знает там, как выглядят подсолнухи. Она, в принципе, без труда их прочитала. Но родилась еще вторая форма, это вот музыка вот этих вот, знаете, шуршания пальцев по холсту, по изображению и так далее. То есть есть еще какой-то второй смысл, ну, красиво. Ну, и вот тогда, как-то у меня там что-то щелкнуло, можно же сделать проекты, картины вот для незрячих людей, воспользоваться своей техникой. Так как она уже, в принципе, объемная. И сделать, вот, попробовать плясать в эту сторону. Я не говорю, что я решил делать именно проект. То есть я решил работать над этой темой. Вот. Ну и начал как-то там развивать ее внутри, обдумывать и так далее. Вот как-то так вот и родилось. И началось. Началась работа над этим проектом. А почему все-таки вас заинтересовала тема... Тема слепоты? То есть вы думали о том, как ваши картины вас примут? У вас незрячие люди? Ну, я же говорю, что вот, ну, родилась тема, потому что как незрячий человек может ее читать? Я подумал, а не, ну, не обратить ли в своем творчестве внимания вот на этих людей? Потому что если уже я работаю, как бы, с такой техникой, можно же, как бы, еще и привлечь и зрителя, и, как бы, помочь этим людям, наверное, как бы разнообразить свою жизнь. Ну, как-то так. Много мыслей и хорошие, может, и не совсем хорошие. А расскажите немножко о сюжетах этих работ. То есть их объединяет какая-то одна серия? Ну, одна серия их не объединяет. Вначале, ну, то есть взялась идея создавать такие картины. Картины должны создаваться, как бы, на каких-то, на каких-то повествованиях, на каких-то там иллюстрациях чего-то. То есть, ну, хотелось бы чего-то там плясать, потому что тут есть момент в таких картинах, вот, ну, как мне сказать, чтобы и присутствовалось и литературное какое-то, костяк. И вначале подумал там о Хоку. Я подсказал. Думаю, ну, у них короткие вот эти вот там. Три строчечки, две строчки, но конкретно, ну, там, на образ, как бы, яркий, короткий образ о чем-то там. Не растягивается это все в какую-то литературную, там, тягомотину, там, войну и мир. А вот красивый образ на какие-то там внутренние эмоции. Вот, Хоку-Хоку-Хоку. Ну, у нас же есть свой Хоку. У нас есть Олесь Рязанов. Вот, а с его литературой я знаком еще со школы, так скажем. То есть, когда-то мне он так запал в душу. Вот именно вот его вот такие вот моменты. Есть просто красота вот в этих, ну, допустим, вот эти три строки, ты их прочитываешь и пропускаешь через себя. То есть, они такие, знаете, как почувствовать на уровне эмоций каких-то там, пережить этот момент. И почему-то в переживании этих моментов, ну, этот автор мне очень близок. Можно и так сказать. Вот я решил, как бы, сделать, ну, это уже был проект. Уже, как бы, проект, потому что по Олесю Рязанову. Долго я не мог выйти на контакт, но я же не могу без разрешения автора брать и использовать его литературное произведение, как бы, в своем проекте. Ну, он с удовольствием, как бы, отозвался. Не совсем еще понимал, он до выставки не совсем понимал, как это. Он на выставке подошел. И что, вот так вот они считывают? Я говорю, ну, да. Ну, вот так вот и понимают, о чем там. Ну, на белорусской, к сожалению, я так легко не владею. Я говорю, ну, да. Он не заметил, что там есть шрифт Брайля. Он не заметил, что его, как бы, произведения вписаны в саму картину. Он думал, что это просто как иллюстрация. И удивился, что неужели они так, вот, просто считывают, вот, и понимают, ну, о чем суть. Я когда уже показал, что есть там шрифт Брайля, то есть, что его произведение, это тоже для него как, ну, ну, мне бы, как для автора, было бы это очень интересно, потому что, ну, есть там английский, немецкий, а тут Брайль. Еще один язык. Вот. И он так, слегка даже в ступор встал, в удивление, но, в принципе, все за ирбот. Ну, вот, и я отобрал, не помню, сколько вначале, наверное, два произведения, ну, два, вот, то есть они у него называются пунктиры. Я отобрал два пунктира и сделал такой эксперимент, две картины. Я их даже еще просто сделал, как бы, нанес рельеф. И мне нужно было понять, ну, иду ли я в правильном пути. Вот, Мария Рудко их привез, и она не переложила это все на шрифт Брайля. И вот я стою перед холстом и думаю, елки-палки, ну, вот это надо сюда. Вроде бы не проблема точечки нанести, да, там. Но дело в том, что у них же есть там конкретное расстояние между строками. Конкретное расстояние между буквами. Конкретное расстояние в букве между точками. То есть там чуть-чуть миллиметр туда, и уже может быть другая буква. Ну, то есть в этом была сложность. И я все это просчитывал, сидел с карандашиком, с линеечкой. Все это подсчитывал. Через сколько вот, вот как там, чтобы, ну, как между строками там, допустим. Ну, вот, надо было просчитать там. Ну, так как у меня с математикой не очень, это для меня составило сложность. И в итоге я две картины, я его просто увеличил. Есть стандартный шрифт Брайля. Не помню, как называются у них такие планшеты. И они вот как бы на них пишут такими штучками. Я попробовал все. Вот. Я думаю, ну, наверное, надо чуть-чуть увеличить, чтобы легче читалось. И две эти работы я вот эти строки увеличил. И когда я уже перевез на выставку, показать, это уже была вторая инклюзивная, это лаборатория со шведами в музее. Одна девушка легко прочитала, а вторая нет. Она говорит, ну, он крупнее, не так легко читается. Потому что у них тоже есть, как у людей, одни хорошо читают, вторые не очень хорошо читают. Все, ну, как у людей, как у обычных людей, так скажем. А ни у кого там есть вопросы. Вот. И я думаю, да, надо вот к стандартному приходить. Он намного-то мельче. То есть, как вот там еще сложнее выдержать вот эти все расстояния. Ну, я, наверное, там схитрился. Просто взял, ну, о технике же можно рассказывать, ничего страшного. Накладывал, как бы, саму бумажку, где написано, что брали продавленным вот этими штучками. Я карандашиком аккуратненько переносил эти точечки на хвост, как бы продавливая. И потом, если в прошлый раз я просто ставил такие точечки, можно было крупные, можно со шпица ставить. Тут уже не прокатит так просто. Кисточкой, тонюсенькой кисточкой и во много этапов одну точечку наращиваешь. Ну, естественно, там не над одной ты мучаешься, а ты прошел один раз, пошел второй раз весь текст. Вот. Ну, тогда уже все начну. Я уже пока опять-таки к Марии обратился. Привез домой ей вот эти оставшиеся пять картин. И она так волнуешься внутри. Ну, страшно, потому что, ну, это, в принципе, это цель проекта. Если ты не пошел в ту сторону, то, ну, не отказываться это по-любому. Не тот у меня характер брать и это все откидывать сразу. То есть, ну, находил бы, ну, воевал бы дальше. Но она легко все считала. Я уже не говорил ей о чем там написано, и что повествуют там эти пунктиры. Она все считала, я думаю, ну, это начало пути. Это Маша, а есть другие люди. И уже когда выставил это в музее, конечно, я ездил навстречу, приезжали там целая группа людей. Вот. Ну, было так. Ну, это всегда волнительно. В принципе, когда ты выставляешь свои произведения искусственные, говоря уже об этом проекте, в принципе, всегда волнительно, как зрители это реагируют. Поэтому я говорю, что это не только самовыражение. Если было бы это эгоистичное самовыражение, это было, знаете, посмотрите, какой я красавец. А здесь переживаешь. Но опять-таки это мое, я не знаю, как другие не могут говорить. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok